Ребята, всем привет! Привет, ребята! Здоровенько! Мы сегодня приехали в гости в офис Фингриля к Виталию Покашеваре пригласил нас. Да. Потому что нравятся они мне, вот и пригласил. Серьезно. Сейчас вот будете, наверное, писать гадости, типа, они денег мне дали. Не, ребята, просто по кайфу. Серьезно, давно подписаны на канал Имху Видео. Ставьте им лайки все. Все ставить лайки срочно. Правильно? Да, правильно. Олег, что мы сегодня будем готовить? Сегодня будем запекать форель на гриле в апельсинах. Интересный рецепт. Пойдем покажем, как обычно, что нам для этого потребуется. Для сегодняшнего рецепта нам потребуется форель. Взяли карельскую форель. Две штуки. Не знаю, по килошнику они приблизительно. Для маринада потребуется сухое белое вино, винный уксус, соль, перец, соевый соус, чили-перец сухой, соль, соответственно, чеснок, а эти травки, укроп, розмарин и базилик мы положим вовнутрь. А, да, забыл сказать, для маринада еще будем использовать корень имбиря. Приступаем к нашему рецепту. Хотелось бы обратить ваше внимание по поводу свежести рыбы. Рыба определяется красными жабрами. Вот можно посмотреть. Сегодня долго выбирали рыбу. Сначала хотели купить форель морскую, но у нее были совершенно белые, какие-то, не знаю, серого цвета, серо-белые жабры. Не стали, отказались от этого варианта и взяли карельскую форель. Приступаем к приготовлению маринада. Для этого возьмем корень имбиря и измельчим его меленько. Ножик режет идеально. 67-я серия все-таки самурки. Виталик дал попользоваться. Кстати, кто из наших подписчиков еще не подписан на Виталию, ребят, подписывайтесь. Но я думаю, что 90% минимум знают Виталика. Как не знать такого хорошего человека? Кто не знает, обязательно смотрите, подписывайтесь. Использовать будем весь корень. Ну, тут и так небольшой у нас. Потому что рыбы все-таки крупные, две штуки. Измельчили имбирь. Пока в сторонку отодвинем. Теперь также мелко порежем чеснок. Для этого подавим его. И теперь мелко порубим. А сколько чеснока ты сюда забабахал? 5 зубчиков, я думаю, достаточно будет, чтобы не перебить вкус самой рыбы. В принципе, вообще всех приправ будем использовать понемногу. Чуть-чуть розмаринчика, немножко базилика, чуть укропа. Базилик тоже сильная приправа. Чтобы не перебить вкус самой рыбы, будем использовать не помногу. Все, теперь наливаем. В этой кастрюльке будем мариновать рыбу. Нальем сюда вина. Приблизительно, я думаю, грамм 150. Достаточно будет. Сухое белое вино. Напомню. Теперь добавим соевый соус. Соус тоже разный весь. У нас более-менее густой, неплохой соус. Поэтому, я думаю, грамм 50 будет достаточно. 2-3 столовые ложки яблочного уксуса. В принципе, можно любой использовать, какой у вас есть. Виноградный. Обычный даже. Но обычного поменьше, я посоветовал добавлять. Так, обязательно острый чили-перец. Тоже много не будем, потому что он слишком сильный. По браске, хочешь сахара еще дам? Да, давай, кстати. Забыл совсем. Вначале даже показать. Добавим сахара. Вообще, когда соль, хорошо сахар. Всегда добавляйте сахар. Я тут тоже влез немножко. Добавим пару щепоток сахара. Потому что вино сухое, кислое. Соль будет. Ну и сахар как раз сыграет такую роль нейтрализатора. Теперь добавляем имбирь и чеснок, который до этого мы мелко порубили. Все, маринад практически готов. Возьмем рыбу. Посолим ее сейчас крупной морской солью. Хотя и маринад достаточно соленый, поэтому много не будем. Олег, а сколько соли? Соли, ну, полжменьки на две рыбины хватит. Вовнутрь обязательно в брюшко положим ей. Немножко присолим. Теперь сделаем небольшие надрезы, чтобы прорезать саму шкуру, чтобы маринад вошел вовнутрь, в рыбу, в мясо хорошо. Такие неглубокие надрезы. С другой стороны, соответственно, делаем то же самое. И также немножко присолим и приперчим. Теперь добавим немного черного перца. Соответственно, с другой стороны то же самое. Все, укладываем рыбу в маринад. Сейчас всю ее там перемешаем, в брюхо ей нальем, чтобы она мариновалась. Мариновать будем не больше 15-20 минут, чтобы не перебить вкус рыбы. Форель вкуснейшая рыба, поэтому она не требует долгой мариновки. С собой не оказалось большой какой-то емкости под маринад. Вообще идеально это делать в пакете, в вакуумном, поэтому решили симпровизировать и залить ее вином как следует. Мариноваться она будет все равно, как я уже сказал, 15-20 минут, поэтому ничего страшного не будет. Соответственно, добавим уксуса. Грамм, наверное, 30. И соевый соус дольем для такого количества маринада. Подсаливать не будем уже, потому что соевый соус тоже соленый. Если что, потом... Ну, чтобы не пересолить. И в таком состоянии оставляем минут на 15-20, не больше. Сейчас окунем ее как следует. Рыба у нас замариновалась. Осталось порезать апельсины. Апельсины не чистим, режем просто кольцами. Кольцами толщиной, я думаю, по полсантиметра. Мы взяли три апельсина, но использовать, возможно, два будем. Посмотрим, чтобы апельсины накрывали с двух сторон две рыбины. Посмотрим, сколько потребуется для этого колец. Ну, порежем три, если что, так съедим. Ну вот, дорезали последний апельсин. Убираем в сторонку. Какой запах, блин! Дай кусочек! Держи. Спасибо! По-братски! Так, осталось рыбу вытащить из маринада и подсушить ее бумажным полотенцем. Укладываем на поднос бумажные полотенца, вытаскиваем рыбу. Промокнем, уберем лишний маринад, влагу, чтобы она у нас не варилась там. Также брюхо. Внутрь положим немного базилика по веточке. Будет достаточно в каждую. Веточку базилика, веточку розмарина и немножко укропа. Чтоб не перебивать вкус. Вот так достаточно. И во вторую рыбку то же самое. Всего по чуть-чуть. Возьмем решетку специальную для рыбы. Такая, как в пружинной матрасе. Как я и говорил в начале видео, рыбу будем жарить между апельсинами. Для этого выкладываем вот так колечки апельсина. Я думаю, по четыре штучки с каждой стороны. Так, да, чтобы нам на другую сторону тоже хватило рассчитать. Выкладываем на них рыбку. Рядышком вторую точно так же. И сверху точно так же накрываем апельсинами, чтобы с двух сторон она была в апельсинах. Рыба из-за этого у нас не будет пригорать. Напитается апельсиновым соком, ароматом. И вообще будет супер. Классно выглядит. Достаточно, я считаю. Закрываем решетку и ставим на прямой метод. Минут, я думаю, 10. Хотя рыба большая, может быть, 15 максимум, она будет готова. Пересушивать тоже не надо. Такой рецепт можно приготовить, как на мангале, на обычном гриле, на газовом. У нас сегодня есть такая возможность приготовить на Big Green Egg. Будем готовить на прямом жаре. А по времени пока не скажу, но я думаю, что этой рыбе хватит 10-12 минут. Прошло 2 минуты. Я думаю, можно перевернуть. Наталья помогает. Оп, теперь ты вдвоем. О, хорошо, кстати, пошло. Нет, все отлично. Каждые 2 минуты будем переворачивать, чтобы она равномерно у нас зажарилась. Все идет по плану, классно. Прошло у нас 15-20 минут, наверное, даже 20 ближе. Рыба все-таки крупная. Все, рыба полностью готова. Такая с другой стороны. Апельсинчики чуть подгорели, но это ерунда, мы их есть все равно не будем. Они не дали подгореть рыбе. Хотя вот можно было еще сюда, да? Слой было. Можно, да. Прикольно. Все, идем дегустировать. Ну вот мы в домике. Хаюшки. На самом деле, мы думали, что надо ножи достать, еще что-то. Вот рыба, она настолько мягкая, что вот просто берешься, сошкребаешь сколько надо еще. Да даже пластиковые вилки. Даже пластиковые вилки и вот эти тарелки нафиг не сдались. Пластиковые вилки, дизлайк и отписка. Класс. Слышь, очень мягко. Очень мягко и все, хорошо приготовилось. Но 20 минут. То, что ты говорил, 10, конечно, поменьше. Ну да, да. Просто рыба крупнее, поэтому 20 минут потребуется. Слушай, и соль, соль прошла внутрь. Может, как раз-таки вот ты же посоветовал надрезы сделать. Скорее всего, из-за этого. Она реально соленая. Я даже почему-то вину почувствую. Во, винишко пошло. Я сейчас тоже. Сливка кислота от вина. Нет, классно, что? Не, на выдохе, знаешь, вот есть аромат на выдохе. Когда ты съел, выдыхаешь, и вот чувствуется вино. На послевкусие типа. А еще у нас блюдо. Это будет рулька. Она выйдет в видео. На канале Покошеварим. Ссылка будет в описании. Она же, скорее всего, вышла. Да. Когда вы будете смотреть, это видео уже вышло. Ссылка будет в описании на это видео. Так что, ребят, подписывайтесь на Виталю. Вообще. Кто еще не подписан? Ставьте лайки, пишите хорошие комментарии. Если есть за что вообще. Вот мы все время говорим, ставьте лайки. Да? А за что? Если заслужили, что вы, что я, значит, ставьте лайки. А не заслужили, значит, вообще ничего не ставьте. Да, да. Ну все, мы налетаем. Уже не будем больше съемок делать. Ребята, заканчиваем наше видео. Олег, получилось очень классно. Всем нашим подписчикам советую попробовать. Но, в принципе, эту рыбу, она не может быть невкусной. Всегда получается очень классно. Так что, пробуйте. Да, от себя хотел добавить. Единственный нюанс, когда будете рыбу класть на решетку, либо кладите больше апельсинов, либо решетку смазывайте маслом, для того, чтобы рыба, ну, чтобы кожа рыбы... Потому что, когда открываешь, она не прилипла. Может, не прилипла. А рыба клевая. Я сейчас скажу вот так вот получилось. Ну, еще, Виталий, спасибо, что пригласил. Очень приятно было с тобой сегодня весь день. Да, спасибо, Виталий. Пожалуйста. Я тоже рад был видеть. Засняли два видоса. У тебя на канале, на нашем канале выйдет видео. Ну, спасибо. Если что, приглашаю еще. Приглашаем тебя в гаражи. Ребята, кому понравилось видео, как всегда, ставьте лайки. А кому не понравилось, тоже ставьте лайки. Ну, в принципе, все, ребята. Всем пока. Пока, ребят. До свидания. До свидания.